ребята здравствуйте значит черед настал на вторую эмерку ребята это у нас значит с четвертого года вот если в том эмерчике у нас ребята ствол я подвинул на 16 миллиметров цельных да тут сдвинуть ствол на 10 миллиметров максимум ну девять с половиной здесь так значит с этой меркой тоже самая история ребята но здесь от отличие самодельной этой как его гп стоит от вада гп может а я не знаю ребята какая там стоит потому что я их давно не трогал значит но как я вам перед этим объяснял здесь поуже компрессор ребята манжеты они мне сказали ну ничем не замерись короче больше так значит в том мере ребята в котором согласитесь хорошие скорости а мне дал ход поршня ребята значит вот поршня был 87 миллиметров здесь же проверим какой ход у нас здесь у нас ребят получается сейчас на данной манжеты которая там стоит 86 ход поршня вот так вот значит миллиметр разница есть сейчас значит давайте постреляем такими значит какой он есть я имею ввиду что не знаем там гп насколько ребята и этот как его перед этим пробовал он дизель ну пару три раза ребята значит это нехорошо надеюсь дизель выгорел значит поле у нас все те же ребята люман 068 грамма сейчас начнем значит подстрелил с 068 потом поменяем манжету поставим вода новую и сравним ребята как то так вот такие пироги ну чё первое полетел 210 ребята смотрим на дизель естественно без фокуса без всего а ну-ка вроде бы нет дизеля ребята я дунул еще там и стволами на это самого вас посмотрим сейчас 21 но вот почему такие это я не пойму значит первый быстро все таки ребята незамеченный дизель какой-то я не знаю даже чё сказать блин сейчас вам скажет нам 193 ну-ка сейчас посмотрим нет дизеля дизеля нет короче ребята еще пару раз для этого как его чтобы достоверились какие скорости она 068 потом поменяем манжету гп не будем пока трогать не качать ничего просто узнаем насколько гп 201 опять вот сейчас прям открою ствол и посмотрим вместе вот пожалуйста я не знаю если что-то там видно будет это вроде дизеля не знаю почему так играю скорости а то ли с манжетой что то не то то ли я не знаю блин вот здесь метров это уже о чем-то говорит блин ранец когда 10 метров тут они то с 5 короче ребята будем считать что я не знаю что считать сейчас пауза разберем поменяем манжету и то же самое отстреляем пауза ребята ребята значит штифты сняли здесь оказалось что у нас прижатие два с половиной миллиметра ну и сейчас посмотрим что там у нас творится я специально открываем что вы тоже наблюдали такс чуть-чуть масло есть это нормально ребята это нормально если что но масло все равно вытрым вот так так сейчас посмотрим что у нас там за мажета ребята а ходит от руки у меня здесь заужина чуть-чуть и потому за это со мной ци чем центрирующая шайба упала еще поднимем почистим от от песка от всего пожалуйста здесь уже с центрирующая шайбой ребята и у нас оказался открытого типа ребята мажета открытого типа как видим края смазаны спереди спереди да есть чуток тоже есть что есть не хорошо ребята еще скажу что когда края машины чуть-чуть перебарщиваем да ребята он все равно заносит ну он когда ударяется но это моя мысля короче устряхивается туда-сюда это естественно почистить снять его ну не знаю смажи это вроде все нормально поставим сейчас значит закрытого типа ребята и попробуем короче его снимаем вот эти мажеты к сожалению тоже не любят когда их снимают ставят и т.д. и т.п. поняли да ребята прямо прямо туго блин надеть что аж бегом ну надо снять ради эксперимента ребята но залезли наконец-то вот и сняли целеньким и невредимым ким поставили сейчас его сначала почистили чтобы лишнее масло там не за это самого у нас ребята чтобы не дизель и лил а здесь уже трудно трудновато лезет но полезет полез так засветим мы в компрессор там чё насчет масло творится ребята чтобы не дизель и лил а и нас не заблуждение не за это самого нормалек нормалек но все равно засуну туда тряпку покрутим пару раз что если спереди там незаметные какие-нибудь дизель и валяются их вычистить вот вычистили так и поставили ребята эту может уже вот блин надо было там смотреть какая была компрессия в том с той манжетой ну вот смотрите как сейчас будет этот ходить здесь ходит нормально от руки ходит ребята ходит от руки но мы не знаем сколько у нас атмосфер здесь я сейчас на секундочку проверю ребята скажу вам не начнем опять собирать винтовку вот он как-то застревает блин шток ну на 50 держу знаете как когда нажимаете да он как-то вот застревает блин как-то вот и звук вы слышали да как-то вот скрипит чё-то не пойму чё там сейчас я соберу его посмотрим что к чему у нас будет ну это как всегда 5 упала наверное я его закину туда просто и и нули поставили все масле блин вот здесь уже этих два с половиной миллиметра ребята у меня получится затолкать наверное придется приспособой и к этому времени на паузу выйдем ребята а то время и так и так тянется надо флешку менять потому что перед этим я вы видео много снимал короче пауза ребята и нас минут осталось с экономим ребята собрал винтовку значит поменял манжету сейчас постреляем посмотрим что у нас изменится 194 дизель я не отходи пару выстрелов сделаем 202 202 без приклада трудно все равно заряжать 195 короче ребята вот такие вот пироги как мы видим ничего нам он не дал значит сейчас будем думать ребята сейчас будем думать но я сразу же скажу ребята что если открытого типа манжетой у нас было ход поршня 86 то поставили закрытую закрытого типа ребята и два миллиметра потеряли то есть у нас сейчас ход поршня получается 84 миллиметра а с открытым у нас было 86 ход поршня ребята вот сам уже запутался к чему сейчас приписать вот этот падение скорости естественно при открытой был маленький дизель он выгорел но уже потом я не знаю надо было что-то за это самого не знаю и еще скажу ребята что если вот самодельные пружины до газовые да вот надавливаешь да она плавно страгивается шток плавно страгивается и на весы очень легко так проверять а вот от вада да он что-то вот как будто он застрявший надавливаешь и вот скачок такой полетел прям такой понимаете да уже весы уже не так реагирует на него я все так сейчас приму решение разберу еще ребята его естественно проверю на компрессиву манжету но она новая но она должна держать полюбасу компрессив нормально вот еще ну не знаю удостоверюсь сколько там атмосфере ребята потому что вот блин ну кто с этим имел дело он знает ребята что ну хоть с рычагом хоть без без рычага вообще дурдом а с рычагом он как-то вот застревает блин вот как он начинает страгиваться да с места шток и заходит в цилиндр да вот он прям застрявший какой-то я не знаю здесь когда взвожу здесь ничего не слышно ничего не не это вот на весы блин он как-то так я не знаю фиги узнает ну чё опять пауза сейчас я его сниму короче на приму решение или не не или а этот удостоверюсь сколько там атмосфер все-таки и наверное подкачаю посмотрим что у нас скоростями будут но сейчас он где-то 100 атмосфер короче да вот его если он не клинил бы да вот еще получше можно было бы определить его атмосфер чеки как-то так вот ну все пауза опять ребята разбираю там и смотрю на весы короче вот такие вот пироги как-то так вот здравствуйте ребята начало видео я не могу сказать когда я снимал наверное это было дня пять-шесть назад сегодня уже вот 22 марта значит ребятушки что я сделал зачем и т.д. и т.п. вы все уже смотрели но в конце концов мы поставили значит новую манжету ребята отвада открытого типа собрали винтовку вот после вот сколько дней времени было короче что огород и т.д. и т.п. короче и в конце концов чем получили сейчас покажу значит 86 ход поршня но у меня с перепуском смотрите какая фигня ну как фигня то есть ребята если у меня там сразу извиняюсь сейчас не фиксирует хорошо сразу значит если начинается перепуск да и у меня там прорезинен створ здесь наоборот ребята значит стенка компрессора дна остается там два миллиметра но спереди вот такая вот таблетка лежит там смотрите я сейчас покажу вот она ребятушки видели да вот такая вот таблетка лежит но и таблетка там миллиметров я вам скажу 6 миллиметров 6 высотой то есть получается у меня тоже самое перепуск там а в нем нет никакого перепуска ребята значит представить да как резина стоит на стволе значит и он примут перепуск там короче 2 миллиметра цели короче и сразу значит воздух фигарит ствол там 87 ход поршня здесь 86 от вода значит чувачья сделала главное пропустим ребята подкачал пружину поставлю где-то на 115 116 короче но сейчас посмотрим уже на скорости естественно ребята пули те же самые ребята но 68 и 051 вот как то так вот вот такие вот пироги самок остановись нормально вроде бы видать да да видать ну чё ребята начнем значит с этого как его с 068 начнем то есть 23 нормалек ну я чё вам скажу что надоело уже их за это самое если честно ребята смажу поставлю приклады пускай стоит до до его часа понять да ребят ну вот тугость пули дает о себе знать некоторые свободные лезут и которые вот этот палец по свободнее вот смотрите сейчас будет больше скорость видео ребята повторяем с хорошей до 27 37 ну вот как то так короче еще одну и потом уже перейдем естественно на этот вот этот пуля более туго лезет ребята но уже наверное не будет то есть и 23 посмотрим ну я же сказал ребята кто по свободнее кто по потуже что потуже ребята скорость поменьше такси начали 051 ребята начали 051 не увидел ничего страшного а здесь амбразуры уже пули все за это самую амбразура в пули валяются осколки вернее увидел здесь 56 но я вам скажу что для 051 это мало посмотрим здесь 58 опять пули посыпались оттуда то есть осколки еще одну и хватит наверное ну все ребятушки вот такие вот пироги все я уже его не трогаю так сказать уже жалко и т.д. и т.п. короче не будем его уже трогать ребята пускай как он стреляет так он и стреляет и т.д. и т.п. короче ну давайте ребятушки всем всем всех благ и т.д. и т.п. короче в завершение скажу что когда держите в руках пневматику ребята обращайтесь с ним так как допустим с огнестрелом то есть по осторожнее ребятушки ну давайте все пока пока и Продолжение следует...